Урбанизация сегодня приводит к тому, что появляются более крупные города и даже гигаполисы. Как Вы считаете, что для человека в таком крупном городе будет очень важным, чтобы сохранить баланс и гармонию в таком пространстве? На самом деле, я хотел бы сказать, что этот тренд не очевиден. Многие города уже уперлись в свой предел и больше увеличиваются в принципе в нецелесообразной и сложноуправляемой. Многие жители, наоборот, мигрируют и уезжают в какие-то небольшие города, возвращаются на свои малые родины, в том числе в сельские поселения. Потому что, ну, все-таки изначально вот эта крупная агломерация, тренд на крупную агломерацию, он вопреки природе человека. Все-таки человек ходит по земле, хочет, чтобы в шаговой доступности что-то было, чтобы дети учились рядом, чтобы работа была относительно, и чтобы среда вокруг тоже была к нему дружественная, а это невозможно сделать в крупных городах, сложно этим управлять. Так вот, и тем не менее, если реализовать подобные истории и в малых городах, и этот опыт реализовать в крупных агломерациях, то это и ответ на вопрос. То есть, грубо говоря, формировать общественное пространство, формировать среду, даже в крупных городах, даже в крупных жилых комплексах и районах, так, чтобы человек ощущал себя не лишним здесь, чтобы он чувствовал, что это все сделано для него, чтобы он взаимодействовал с этой средой и, в общем-то, даже где-то участвовал в ее создании и поддержании. Чтобы это, там, и взаимодействие с этой средой и выражается в сценариях использования. И тогда, как бы, жители города, даже крупного, будут себя воспринимать не, там, песчинкой в этом огромном, там, недружественном городе, а вполне себе таким полноправным участником процесса со своим средой вокруг. Продолжение следует...